Цифровизация стройотрасли и рынка недвижимости это уже не просто тренд, это обязательное условие для развития всей жилищной сферы. Для людей делает покупку недвижимости простой, безопасной и удобной. Для бизнеса ускоряет процессы и снижает затраты. И для государства делает отрасль максимально прозрачной. Уход с рынка ряда иностранных технологических игроков – вызов для диджитализации в стройсекторе. Дом РФ разрабатывает собственные продукты в области программного обеспечения, активно привлекая отечественные компании. Об импортозамещении здесь говорят как о процессе сложном, небыстром, но стратегически верном. Находясь в этом зале, мы видим уже большое количество отечественных персональных компьютеров, телефонии. Если мы перейдем в ту часть айсберга, которую не видно, то у нас стоят отечественные сервера, у нас стоят отечественные межсетевые экраны. Кроме того, что мы внедряем, дом является неким лидером мнений и площадкой, когда мы собираем производителей, когда мы собираем пользователей, когда мы собираем государства, госкорпорации и ведем активный диалог с точки зрения того, как сделать ту или иную историю, или железо, или программное обеспечение удобнее, лучше, качественно. Одна из разработок – решение для технологии информационного моделирования в строительстве – ТИМ. Часть этой работы – стандартизация, в том числе создание цифровых двойников зданий. ТИМ позволяет ускорить стройку и, что не менее важно, избегать ошибок при проектировании, а это безопасность людей и качество застройки. Кроме того, экономически эффективно. И возьмешь какой-то объект, стадион, вот там газель какая-нибудь, это все проектно-смертная документация. И не важно, лифт это будет, или там дом, или здание, это не имеет значения. Но когда ты просто в этом моделировании делаешь информационное, это все другое. Ты можешь заранее отправить проект, ты можешь получить консультацию, ты можешь сопровождение, заключение. Но самое главное – жизненные циклы. С 1 июля 2024 года переход на такие технологии станет обязательным для отрасли. Сейчас охват по многоквартирному строительству – 14%. Для изменения ситуации над методологией, импортозамещением и подготовкой кадров работают сразу несколько команд и цифровая академия. Основная тема, которую мы сейчас продвигаем – это использование цифровых моделей. То есть мы на этапе проектирования создаем информационную модель, она движется на этап строительства и тем самым ускоряет все процедуры. Все очень сильно боялись именно того, что либо нет технологий, либо некому обучать. В этом году мы обкатали вместе с Дом.РФ академию Дом.РФ. Мы обучили десятки тысяч людей, которые научились работать с функциональными технологиями. Мы разработали методику их обучения. Дом.РФ создает целую, я бы сказал бы, вселенную данных, которые позволяют любому человеку понять надежное строительство, ненадежное. Это очень важно, когда люди понимают, что технология помогает им делать прозрачным отрасли. Поэтому вот с ребятами мы этим и занимаемся. Онлайн-кредиты на жилье, сервисы для его выбора и оценки, электронная закладная по ипотеке, согласование строительной документации в электронном формате, технологии информационного моделирования. Следующий шаг – внедрение биометрии и искусственного интеллекта. Институт развития – проводник этих цифровых сервисов и технологий. Ну а подразделения компании и банк Дом.РФ активно их внедряют в жизнь. 80% всех решений принимается в течение нескольких минут. Получить сразу решение. Но процессы пошли дальше цифровые. И в нашем банке уже 65% всех сделок заключается, подписывается и регистрируется, не выходя из дома. По электронной цифровой подписи. То есть клиент, выходя из дома, может подать заявку, получить полностью решение и оформить ипотечный кредит. В принципе, цифровой клиентский путь, он на этом не заканчивается. Дальше еще идет страхование и сопровождение ипотеки. Еще одна заметная тенденция. В России резко вырос интерес к ипотеке на строительство частных загородных домов. И здесь тоже все больше покупок именно в цифровом формате. Сервис «Строим.Дом.РФ» дает возможность в несколько кликов выбрать качественный проект, найти надежного подрядчика, подходящую ипотечную программу, узнать о необходимых документах и получить рекомендации онлайн. На следующем этапе – запуск аналогичного сервиса для многоквартирного строительства. Над этим и другими цифровыми проектами работает не одна команда. Мы собрали талантливых ребят по разработке, где мы собрали аналитиков, дизайнеров, все это перемешали и сделали вот такую волшебную машину, которая очень быстро выдает качественные продукты, которые нужны государству, людям и бизнесу, с которым мы работаем. Это действительно космос, это круто, и здесь встречаются в цифровом мире как государство, так и застройщик, банк и гражданин. Юлия Костина в IT-блоке банка «Дом.РФ» уже два года. Занимается разработкой мобильного приложения. В мае ее команда вывела обновленный продукт на рынок. Он стал более функциональным и интуитивно понятным. Быстрый, стабильный и очень красивый. Например, у нас клиенты могут открыть счет у скроу прямо в мобильном приложении. И это у нас большая победа как раз этого года в том, что у нас практически 70% скроу сейчас открывается через мобильное приложение. Раньше 100% открывались через офис. В работе Юлий нравится решать амбициозные задачи. Чем сложнее, тем интереснее. По своей работе я очень часто прихожу именно в офисы клиента. Мы слышим их боли, мы слышим, что они хотят. И потом я эту информацию там передаю в команду. И уже пытаемся исправить то, что не нравится. И подчеркнуть то, что нравится. Внедряя что-то новое. Сейчас Юлия вместе с коллегами работает в удобном, продвинутом офисе. Хотя, конечно, его правильнее назвать в настоящем креативном пространстве. Конечно же, он потрясающе выглядит. Действительно, все как-то настраивает на правильный рабочий лад. И здесь мы сидим по зонам. То есть, все мои коллеги, они в одном месте. Мы можем подойти, обсудить быстро какие-то вопросы. У нас есть какие-то там дополнительные бонусы для сотрудников. Поэтому здесь нам очень нравится. В этом IT-офисе в преддверии Нового года побывал глава Думы РФ Виталий Мутко. Здравствуйте, еще разорвать. У меня очень хорошее впечатление. В целом, офис – это, конечно, очень важно для людей. И, конечно, то, что условия созданы, но, конечно, от команды. Молодая, интересная, агенционная команда – это самое главное. И мне, конечно, это заставляет удовольствие, что такая команда молодая, современная. Финалом усилий специалистов Думы РФ станет единая онлайн-среда для участников рынка. Инвестиционно-строительный цикл и ипотека в цифре. А в результате – устойчивое развитие всей отрасли и рост экономики.